Сегодня мы с вами займемся дифференциальным исчислением на афинных многообразиях, на алгебраических многообразиях. Вот как вы, наверное, знаете многие, в дифференциальной геометрии ключевым понятием является понятие касательного вектора. Собственно, все дифференциальные геометрические рассмотрения вокруг этого понятия вертятся. Давайте вспомним, как определяются касательные векторы в дифференциальной геометрии. Касательные векторы к какому-нибудь гладкому многообразию, к какому-нибудь дифференцированному многообразию, к какой-нибудь точке. Имеется три вида, три способа определения касательного вектора. Самый исторический, видимо, первый такой вот способ, это аналитический способ, аналитическое определение. При аналитическом определении касательным вектором называется набор чисел, которые называются координатами этого вектора. Этот набор зависит от выбора локальной системы координат на многообразии. И при замене координат этот набор меняется по определенному правилу. А именно столбец координат касательного вектора умножается на матрицу ЕКО без замены координат. Так определяется касательный вектор аналитическим образом. Но это определение, оно определенным образом, оно в терминах локальных координат, то есть какой-то внутренний смысл этого определения понять трудно. Есть другое определение, в котором внутреннего смысла больше. Это геометрическое определение. Значит, геометрическое определение касательного вектора. В геометрическое определение касательным вектором называется класс эквивалентности соприкасающихся кривых на многообразии. Класс соприкасающихся кривых в заданной точке Х. То есть что значит кривые соприкасаются? Есть одна кривая, проходящая через точку Х, и есть вторая кривая. Свойство соприкасания, оно тоже на самом деле выражается в локальных координатах. Оно говорит о том, что если мы рассмотрим эти кривые в локальной системе координат как вектор функции просто от параметра, то тогда при стремлении параметра к нулю, значит, разности соответствующих координат точек на кривой стремятся к нулю быстрее, чем параметр стремится к нулю. То есть Х и Т, допустим, если это кривая Х от Т, а это кривая Х штрих от Т, кривые параметризованы параметром Т, то тогда Х и Т от Т минус Х и Т штрих от Т, это есть О малое от Т при Т стремящемся к нулю. И ясно, что это свойство для любого Е, естественно. Ясно, что это свойство не зависит от выбора системы координат, то есть когда мы систему координат меняем, новые координаты дифференцируемым образом зависят от старых координат, но если была функция О малая от Т, то в новых координатах она тоже будет О малая от Т. Значит, какая связь с предыдущим определением? Очень простая. Координаты касательного вектора это просто производные при Т равном нулю координатных функций на кривой. То есть Кси и Т это есть ДХ и Т от Т по ДТ при Т равном нулю. Если у нас кривые в евклидовом пространстве, если наше многообразие евклидово пространство, то мы получаем просто вектор скорости движения точки по этой кривой. Вот что такое касательный вектор. Но это работает на любом многообразии, если мы выберем локальную систему координат. В геометрическом определении как бы ясен геометрический смысл, то есть касательные векторы соответствуют кривым, а точнее классам эквивалентных кривых. Но зато не ясно, что касательные векторы образуют векторное пространство. Как складывать классы эквивалентности кривых. А в аналитическом определении наоборот видно, что они образуют векторное пространство размерности n. То есть разные определения удобны с разной точки зрения. Но оба этих определения неудобны для обобщения в алгебраическую геометрию. Потому что если мы рассматриваем алгебраическое многообразие над произвольным полем, то у нас нет никаких локальных координат, нет никаких предельных переходов. Ничего этого нет, все это пропадает. Но есть третье определение касательного вектора, которое как раз очень удобно для перенесения в алгебраическую геометрию. Это алгебраическое определение. Вот тут надо вспомнить, что, опять же из дифференциальной геометрии, что всякому касательному вектору в точке данного многообразия можно сопоставить операцию взятия производной по направлению этого вектора от функций на этом многообразии. К касательным векторам мы сопоставим операцию дифференцирования по направлению этого касательного вектора. Как она устроена? Ну очень просто. Значит если мы хотим продифференцировать функцию по направлению касательного вектора кси в точке х, надо просто взять одну из кривых, которая касается этого вектора, скажем вот кривую х от t, ограничить функцию на эту кривую и продифференцировать по параметру t при t равном нулю. То есть производная функция f по направлению касательного вектора кси, это есть d по dt при t равном нулю. То есть сама функция зависит от локальных координат, а локальные координаты точки на кривой зависит от параметра t. И мы дифференцируем по этому параметру как сложную функцию. Ну а как дифференцируется сложная функция? Сначала мы дифференцируем, берем частные производные по локальным координатам, а потом сами эти координаты дифференцируем по параметру. То есть мы получаем такую формулу. Сумма по i, по g давайте, от 1 до n, ну n это размерность нашего многообразия, число координат, да? df по dx житая в точке х маленькая умножить на dx житая от t по dt в точке х маленькая. А это как раз кси житая, да? Умножить на кси житая. Или кси и т, а давайте здесь и буква, давайте я здесь тоже букву и буду писать, чтобы не путаться. Вот. То есть вот так вычисляется операция производной по направлению касательного вектора, если мы, значит, знаем координаты этого вектора в какой-то локальной системе координат. Какими свойствами обладает вот эта операция дифференцирования по направлению? Ну, свойства следующие. Давайте, может быть, я свойства напишу. Вот здесь, да, места хватает. Свойства следующие. Значит, производная по направлению от суммы двух функций равна, конечно, сумме производных от слагаемых, да? Если мы функцию умножаем на какое-то число, то и производная по направлению вектора кси от этой функции тоже умножается на это число. Вот. Ну и третье свойство, последнее, это правило ледница. Когда мы берем производную по направлению от произведения двух функций, то это вычисляется так. Сначала мы берем производную по направлению от первой функции и умножаем на значение второй функции в точке х. Плюс, наоборот, значение первой функции в точке х умножить на производную второй функции по направлению вектора кси. Вот. Вот три свойства. Значит, про такие операции говорят, что они являются операторами дифференцирования в точке х на нашем многообразии. Вот. И тут надо заметить, что, значит, сам касательный вектор кси однозначно восстанавливается по этой операции. А именно, значит, давайте мы где-то это напишем. Ну вот здесь вот. Значит, касательный вектор кси однозначно восстанавливается, то есть есть взаимнооднозначное соответствие между касательными векторами и вот этими вот операторами, производных по направлению, которые удовлетворяют свойством 1, 2 и 3. А именно, вот как восстановить координаты, если мы знаем эту операцию, как восстановить координаты касательного вектора? Это надо просто применить эту операцию к координатным функциям. Правильно? Если f это икситое или там иксжитое, то тогда в этой сумме только житое слагаемое выживет, да? Вот. Здесь будет единица, производная иксжитого по иксжитому, да? А здесь будет как раз ксижитое. Вот. То есть получается, что координаты касательного вектора в данной локальной системе координат восстанавливаются как результат применения операции по производной по направлению этого вектора к координатным функциям. Вот. Ну и на самом деле любая операция на функциях на нашем многообразии, которая, значит, имеет любой функционал, да? Любая операция, которая по функции сопоставляет некое число и которая удовлетворяет этим двум свойствам, этим трем свойствам, она является операцией дифференцированной по направлению какого-то касательного вектора. Она имеет вот такой вот вид всегда. Но это там в дифференциальной геометрии доказывается, я сейчас не буду останавливаться на этом. Вот. Поскольку для меня это такие мотивирующие рассуждения. Вот. Я просто хочу сказать, что вот алгебраическое определение касательного вектора, оно прекрасно переносится на алгебраическую геометрию. Только надо рассматривать не гладкие многообразия, а алгебраические многообразия, да? Над любым полем. И функции надо рассматривать не дифференцированные функции, как в дифференциальной геометрии, а какие? Ну, если мы афинное многообразие рассматриваем, то на афинных многообразиях есть полиномиальные функции, то есть многочлены, да? Вот. И давайте мы просто определим касательный вектор как вот такую вот операцию. Ну, аналогичную операцию. То есть строгое определение звучит так. Значит, определение. Пусть х афинное многообразие, а х маленькая это точка на этом афинном многообразии. Значит, касательный вектор. Давайте, может быть, даже определим сразу. Ну, давайте так скажем. Да. Вначале определим понятие дифференцирования. Значит, давайте так. Касательный вектор. Вектор в точке х к многообразию х большое. Это то же самое, что дифференцирование алгебры многочленов k от х в точке х маленькая. То есть отображение, обозначу его буквой d, из алгебры многочленов k от х в поле k со свойствами 1, 2 и 3. Ну, только в этих свойствах надо кси убрать. У меня никакого кси сейчас нет. У меня есть вот эта вот операция d. То есть для любых двух многочленов из k от х и для любого скаляра λ должны быть выполнены вот такие свойства. Вот такая операция отображения из алгебры многочленов в поле, которая, во-первых, линейна, свойства 1 и 2, во-вторых, удовлетворяет правилу Лебенца, свойства 3. Ну, такое правило Лебенца в точке х. То есть мы вычисляем значение функции в точке х. Такая операция называется дифференцированием алгебры многочленов в точке х. И по определению вот такие дифференцирования называются касательными векторами. То есть касательное пространство, продолжая определение, обозначается таким образом. t с индексом х от х. Это по определению множество всех дифференцирований алгебры многочленов в точке х маленькая, которые мы будем изучать таким вот символом. множество дифференцирований алгебры многочленов k от х в точке х. Ну, наверное, у вас возникает сразу вопрос, а почему мы тут определяем сразу два понятия? Касательный вектор и дифференцирование, если это все равно одно и то же. А здесь мы вводим два обозначения для касательного пространства и для множества дифференцирований. Ну, смысл тут в том, что мы хотим воспринимать касательные векторы и касательные пространства как геометрические объекты. Какие-то там стрелочки, какие-то торчащие с точки. А дифференцирование это алгебраический объект, это некая функция на множестве многочленов. Одно другому взаимно однозначно соответствует. Но все-таки одно мы хотим мыслить как что-то геометрическое, а другое мы хотим мыслить как что-то алгебраическое. И вот именно если мы, так сказать, различаем психологически, о чем мы сейчас хотим думать, о геометрическом объекте или о алгебраическом объекте, когда мы говорим про касательный вектор, мы его будем означать буквой кси. Значит, касательный вектор это геометрический объект. Мы их будем означать греческими буквами обычно, вот там кси и это, ну разными такими. А соответствующее дифференцирование, которое на самом деле и есть этот касательный вектор по определению, но это уже алгебраический объект, это функция на алгебре многочленов. Мы будем обозначать d с индексом кси, это дифференцирование в точке x. То есть это алгебраический объект. То есть объект это один и тот же по определению, но если мы хотим о нем думать диаметрически, мы его называем касательным вектором и обозначаем вот так. А если мы хотим о нем думать алгебраически, как о некой операции на многочленах, мы его обозначаем вот так и называем дифференцированием соответствующим этому вектору. Понятно? Что вы говорите? Вот по поводу координат. Я как раз хочу сейчас на простейшем примере объяснить, в чем разница между геометрической точкой зрения и алгебраической. Давайте мы рассмотрим самый пример. Давайте мы рассмотрим самое простое афинное алгебраическое многообразие, которое бывает, а именно афинное пространство. И возьмем какую-то точку в этом афинном пространстве и спросим себя, что такое касательное пространство к афинному пространству an в точке x? Ну ответ, я думаю, для вас должен быть очевидным. Это что? Аn это афинное пространство, а тут векторное пространство. Это векторное пространство, ассоциированное с этим афинным пространством. Ну давайте мы обозначим k в степени n, это просто n мерное векторное пространство. Ассоциированное векторное пространство. Давайте поймем, почему это так. Согласно определению, что такое касательный вектор в точке x к афинному пространству? Это операция дифференцирования алгебры многочленов, правильно? На афинном пространстве. То есть мы берем алгебру многочленов от n независимых переменных и берем операцию дифференцирования, то есть отображение d из алгебры многочленов от n переменных в поле k, который удовлетворяет вот этим свойствам. Я утверждаю, что всякая такая операция, она имеет вид, ну вот тот, который я стер, который был написан здесь, линейная комбинация частных производных с какими-то коэффициентами. То есть d от f есть сумма по i от 1 до n, частная производная df по dx и t в точке x умножить на коэффициент xi и t, и этот коэффициент равен просто результату применения этой операции d к независимой переменной x и t координатной функции. Это есть x и t, это d от x и t. Почему это верно? Да, для любого многочлена f. Для любого многочлена f. Почему это верно, равенство? Потому что и слева-ы справа написаны операторы дифференцирования в точке x, то есть операторы удовлетворяющие вот этим свойствам. D по условию, а линейная комбинация, операторы частных производных в точке они тоже, очевидно, обладают этими свойствами, но их линейная комбинация тоже, потому что множество всех дифференцирований в точке – это векторное пространство. Дифференцирование можно складывать и умножать на скаляр. Снова будем получать дифференцирование. Поэтому и в левой, и в правой части стоят дифференцирования, которые совпадают на координатных функциях. Если мы применим левую часть или правую часть к функции f, которая равна хитому, то мы и там, и там получим ксиитая. Вот. То есть оба дифференцирования совпадают на координатных функциях. Не, ну это частная производная. Ну можно жирную написать, да. Если мы координатные функции обозначали жирными, ну давайте жирную напишем. Да, действительно, вы правы. То есть это просто частная производная многочлена по переменам. Вот. Значит, оба этих дифференцирования, они совпадают на координатных функциях. То есть на порождающих алгебры многочленов. Ну а легко понять, что если два дифференцирования совпадают на порождающих, то они совпадают и всюду. Это следует из вот этих свойств. То есть если они совпадают на координатных функциях, они совпадают на их произведениях по правилу Ледницы. и совпадают на линейных комбинациях произведений, то есть на линейных комбинациях одночленов, то есть на любых многочленах. Значит, если два дифференцирования какой-то алгебры совпадают на порождающих элементах, то они совпадают всю. Поэтому любое дифференцирование имеет вид вот такой вот линейной комбинации, и ему однозначно соответствует набор этих ксиитов, которые есть как раз вектор из нмерного пространства. То есть отсюда следует, что d равно dx, то есть линейная комбинация операторов частных производных и от 1 до n, ксиит умножить на d по dx и t. И вот тут видна разница. Вот геометрический объект — это вектор из пространства КН, а алгебраический объект — это вот такой вот оператор на многочленах. Одно другому соответствует взаимно однозначно, но тем не менее мы хотим как бы по-разному на них смотреть. Хотя, повторяю формально, касательный вектор и дифференцирование алгебр многочленов — это по определению просто одно и то же. Просто тут как бы удобно различать даже по обозначениям в знак того, что в один момент мы думаем про геометрические свойства касательных векторов, а в другой момент мы думаем про алгебраические свойства, как они на функции действуют. Значит, наша задача будет развить теорию касательных векторов, касательных пространств, то есть дифференциальные исчисления на алгебраических многообразиях по аналогии с дифференциальным исчислением в матанализе и дифференциальной геометрии. Давайте мы к этому приступим. Ну вот я говорил, что на алгебраических многообразиях нет локальной системы координат, то есть нельзя задать точку на алгебраическом многообразии в какой-то ее окрестности n независимыми параметрами, которые принимают независимо друг от друга произвольное значение. Но тем не менее, поскольку мы говорим про афинное многообразие, то есть как бы такая глобальная система координат, мы можем вложить любое афинное многообразие в афинное пространство. Правда, эти глобальные координаты не будут независимыми. Но тем не менее, какие-то значения координат для каждой точки мы получаем. Ну и в дифференциальной геометрии мы тоже рассматриваем такие вещи. Прежде чем рассматривать абстрактное дифференцируемое многообразие, мы рассматриваем многообразие в эвклидовых пространствах. Многообразие в эвклидовых пространствах обычно задается уравнениями системой дифференцируемых уравнений. И вот в терминах этой системы уравнений касательное пространство можно написать, уравнение для этого касательного пространства. Вот примерно то же самое можно сделать и в алгебраической геометрии. Давайте докажем следующее утверждение. Предложение 1. Пусть х – это афинное многообразие, лежащее в n-мерном афинном пространстве. Аннулирующий идеал которого порождается многочленами f1 и так далее fm. Это идеал в алгебре многочленов на этом афинном пространстве. То есть в алгебре многочленов от n-независимых перемен. Тогда… Да, и х маленькая – это какая-то точка… Да, я уже не буду это писать. Х маленькая – это какая-то точка на х. Тогда касательное пространство к многообразию х в точке х маленькая естественно вкладывается в касательное пространство ко всему афинному пространству an в точке х маленькая. А это афинное пространство, как мы знаем, изоморфно просто n-мерному координатному пространству k в степени n. И вот как подпространство в пространстве k в степени n касательное пространство к х задается привычной системой уравнений. Системой линейных уравнений следующего вида. То есть сумма по g от единицы до n df и т в точке х по dx житому умножить на кси житая должно быть равно нулю для любого и от 1 до n. То есть это система линейных уравнений, матрица которой, матрица коэффициентов которой является матрицей якоби вот этой системы многочленов f1 fm в точке х маленькая. А с матрицей коэффициентов g от x это есть матрица, составленная из частных производных df и т от x по dx житая и пробегает от 1 до m, g пробегает от 1 до n. В дифференциальной геометрии как раз если у вас многообразие в n-мерном евклидовом пространстве задается такой невырожденной системой дифференциуемых уравнений, то есть эта матрица якоби должна иметь там максимальный ранг или локально постоянный ранг, то тогда эта система уравнений действительно задает гладкое подмногообразие и касательное пространство в любой точке вычисляется как пространство решений такой системы линейных уравнений. В алгебраической геометрии никакой невыраженности ничего этого требовать не надо, нужно только чтобы эти уравнения f1 fm они не просто задавали это многообразие х, они порождали его аннулирующий идеал, это более сильное свойство. Так конечно если у вас уравнения задают многообразие х, они порождают какой-то идеал, но аннулирующий идеал с ним не обязан совпадать, аннулирующий идеал является его радикалом, он называется замкнутым полем. И вот нужно чтобы уравнения были такие, чтобы они именно весь аннулирующий идеал порождали. Тогда касательное пространство действительно задается такой системой уравнений. То есть можно воспринимать касательные векторы геометрически к любому афинному многообразию, как вот векторы удовлетворяющие такой системе уравнений. Вот доказательства. Да, в частности, как следствие, где бы нам это написать, здесь уже мало места. В частности, размерность касательного пространства к х в точке х маленькая, ну размерность пространства решения однородной системы линейных уравнений, она чему равна? Число переменных минус ранг матрицы коэффициентов. То есть она равна m минус ранг матрицы Якоби в точке х. Это вот размерность касательного пространства. Давайте докажем, это совсем несложно сделать. Доказательства. Ну что опять же, вот что такое по определению касательный вектор? Ему соответствует операция дифференцирования алгебры многочленов на х в точке х маленькая. А как устроена алгебра многочленов на х? Она изоморфно-фактор алгебре. Алгебра многочленов на n-мерном афинном пространстве по вот этому самому аннулирующему идеалу. И если у вас есть какое-то дифференцирование алгебры многочленов на х, то есть отображение в поле k, отображение d, которое удовлетворяет свойствам 1, 2 и 3, линейное удовлетворяет правил лейбинца, то если взять его композицию с отображением факторизации из всей алгебры многочленов, вот в эту фактор-алгебру, который изоморф на алгебре k от х, взять композицию, то мы получим дифференцирование уже алгебры многочленов на всем пространстве в той же самой точке х маленькая. А как устроено дифференцирование алгебры многочленов на всем пространстве, мы знаем, они являются линейными комбинациями операторов частных производных. То есть вот это дифференцирование соответствует некоторому вектору кс из вот этого пространства k в степени n. Но мы такое дифференцирование обозначали символом d с индексом k. Правильно? Теперь поставим обратный вопрос. Значит, по всякому дифференцированию алгебры k от х мы построили дифференцирование алгебры k от an. Теперь обратный вопрос. А какие дифференцирования алгебры k от an спускаются до дифференцирования алгебры k от х? То есть вот это вот соответствие, давайте еще раз поясню. Вот это соответствие d соответствует дифференцированию d, соответствует дифференцированию d кс. Оно как раз задает нам вложение касательного пространства к х, состоящему из таких d, в касательное пространство к an, состоящему из всевозможных векторов кс. Вот. Отсюда возникает вложение txx в tx av. А теперь спрашивается, какие векторы из tx av, то есть какие кс лежат в образе этого вложения. Другими словами, какие дифференцирования d кс спускаются до дифференцирования фактора алгебры? Ну, очевидно, значит, кс принадлежит касательному пространству к подмногообразию х, то есть дифференцирование d кс спускается до дифференцирования d тогда и только тогда, когда оно обнуляет аннулирующий идеал, по которому мы факторизуем. Тогда и только тогда, когда d от аннулирующего идеала и от x, d кс от аннулирующего идеала и от x равно нулю. А для того, чтобы дифференцирование обнуляло идеал, необходимо и достаточно, чтобы оно обнуляло его порождающие. Это равносильно тому, что d кс от f и t равно нулю для любого и от единицы до m. Давайте это поясню. То, что это условие необходимо, это понятно, потому что порождающие лежат в идеале. Значит, если весь идеал обнуляется, то и порождающие обнуляются. А в обратную сторону можно рассуждать таким образом. Значит, как устроен любой многочлен, лежащий в этом идеале и от x? Он является линейной комбинацией порождающих элементов f1, fm с коэффициентами, которые тоже являются какими-то многочленами. То есть f имеет вид f1 умножить на g1 плюс и так далее, плюс fm умножить на gm, где вот эти вот g это какие-то многочлены. Но тогда если мы применим к многочлену f оператор дифференцирования по направлению касательного вектора кси, по правилу Лебницы будем действовать, это будет сумма по и от 1 до n, надо взять d кси от f и т же и т, а это если расписать до m, спасибо. А это если расписать по правилу Лебницы, это будет d кси f и т умножить на g и т в точке x плюс f и т в точке x умножить на d кси g и т, правильно? Поскольку многочлены f и т лежат в аннулирующем идеале, они обнуляются на всем многообразии x, в частности обнуляются в точке x маленькая. То есть вот это вот равно нулю. То у нас получается, что это все будет равно просто сумме вот таких вот выражений. И поэтому если d кси f и т равны нулю для любого i, то тогда и d кси f равно нулю. Вот, поэтому это условие является достаточным для того, чтобы любой многочлен из аннулирующего идеала обнулялся. Почему оно уникативно? Почему оно уникативно? Ну это тривиально, потому что если у вас разные d, ведь вот этот d кси получается как композиция d и вот этого гаоморфизма. А, ну да, потому что гаоморфизм сюрреективен. Вот, поэтому если разные d, то и композиция. Да, это сюрреективный гаоморфизм, правильный вопрос на самом деле, да. Гаоморфизм сюрреективен, поэтому если вот эти отображения два разных, то и вот такая композиция тоже, две разных композиции будут получаться. Вот. Значит, ну и остается просто теперь, то есть мы поняли необходимые и достаточные условия, чтобы вектор x лежал в касательном пространстве к подмогообразию, а остается просто расписать, что здесь написано. То есть продолжая равносильность, ну вернее даже что там, не продолжая равносильность, а просто вот можно написать, что вот это вот выражение, вот сюда вот напишу больше места, что вот это выражение, это есть сумма по g от 1 до n, df и t в точке x по dx житая умножить на xi житая, потому что оператор dx является линейной комбинацией операторов частных производных с коэффициентами xi житая. А это как раз есть те самые уравнения, если это приравнять к нулю, это есть те самые уравнения, которые мы там писали. То есть уравнение матрицы коэффициентов которых, уравнение на координаты касательного вектора, матрица коэффициентов которых, это матрица якоби функции f1fm в точке x. Ну вот, значит, таким образом можно смотреть на касательные векторы не как на какие-то абстрактные дифференцирования какой-то алгебры в точке x, а как на вполне конкретные векторы n-мерного пространства, удовлетворяющие некой системе линейных уравнений. При условии, что само многообразие, к которому мы вычисляем эти касательные векторы, вложены в соответствующее афинное пространство. Про размерность касательного пространства, да, вообще говоря, размерность касательного пространства от точки к точке может меняться. И мы про это поговорим, но чуть позже. Пока что мы получили такую наглядную интерпретацию касательного пространства. В координатах, так сказать. Кстати, вот хочется в связи с этим утверждением дать парочку задач. Простейшие свойства касательных пространств. Во-первых, задача 1, она напрямую примыкает к только что доказанному предложению. Мы можем рассмотреть все касательные векторы ко всем точкам нашего многообразия. То есть взять для каждой точки многообразия касательное пространство и взять их дизъюнктное объединение. Тогда мы получаем объект, который называется касательным расслоением. Касательное расслоение, значит, обозначается просто tx. Это по определению есть дизъюнктное объединение касательных пространств ко всем точкам многообразия x. Вот докажите, что это множество имеет естественную структуру алгебраического многообразия. Афинного даже. Если x было афинным, а у нас других многообразий пока нет, афинного алгебраического многообразия. То есть его можно вложить в некоторое афинное пространство, задать в нем полиминальную систему равную. Ну и вторая задача. Докажите, что касательное пространство к произведению двух афинных многообразий в какой-нибудь точке, а точка это пара точек x маленькая из x большого, y маленькая из y большого, канонически изоморфно прямой сумме касательных пространств к сомножителю. То есть касательное пространство к прямому произведению есть прямая сумма изоморфно прямой сумме касательных пространств к сомножителю, канонический изоморфиз. Значит, пойдем дальше. Вот касательное пространство к алгебраическому многообразию, ну к афинному алгебраическому многообразию, других у нас пока нет, мы определили с помощью некоторого глобального инварианта, с помощью алгебры многочленов на всем этом многообразии. Но на самом деле, точно так же как в дифференциальной геометрии, так и тут, касательное пространство имеет локальную природу. То есть касательное пространство к точке многообразия зависит не от всего многообразия, а от сколь угодно малой окрестности данной точки. Точная формулировка такая, давайте назовем это леммой. Значит, касательное пространство к многообразию х в точке х маленькая канонически изоморфно касательному пространству в той же самой точке х маленькая к произвольному главному открытому подможеству, содержащему эту точку. Для любого многочлена h, который не обращается в нуль в точке х маленькая, мы можем образовать соответственно главное открытое подможество, там где h не равно нулю, оно будет эту точку содержать, х маленькая, в качестве окрестности. И более того, главное открытое подможество образует базу топологии Зорисского, то есть в любой окрестности точки х маленькая содержится меньшая окрестность, которая имеет вот такой вот вид. А с другой стороны, главное открытое подможество обладают сами структурой афинного многообразия, и для них можно рассматривать свои касательные пространства. Так вот, объект будет тот же самый, ну канонически изоморфно. Доказательства. Ну, во-первых, опять же, вот как связаны алгебры многочленов на х и на главном открытом подможестве х. Я напомню, что алгебра многочленов на главном открытом подможестве нужно взять, значит, многочлены на всем х, ограничить эту алгебру многочленов на это главное открытое подможество, при этом какие-то многочлены могут уйти в ноль, если они на этом главном открытом подможестве тождественно равны нулю. Вот. И вот этой вот алгебры многочленов, приходящих со всего х, ограниченных на главное открытое подможество, к этой алгебре надо еще присоединить функцию обратную к h. То есть получаются такие функции, это уже будут не многочлены, а дроби рациональные, у которых в знаменателе h в какой-то степени, а в числителе, который какой-то многочлен, приходящий с х. Это я просто напомню, это мы с вами все в свое время обсуждали. Соответственно, у нас имеется, давайте так напишем, значит, вот эта вот алгебра, она содержит в себе алгебру многочленов, ограниченных с х, вот. А значит, эта алгебра получается с помощью сюрептивного гаоморфизма из алгебры многочленов на всем х. Это гаоморфизм ограничения функций. Вот. И теперь давайте себе представим, мы хотим установить взаимнооднозначное соответствие между дифференцированием вот этой алгебры и дифференцированием вот этой алгебры. Да? Вот предположим, что у нас имеется какое-то дифференцирование вот этой алгебры. То есть какое-то отображение D из алгебры многочленов на главном открытом подможестве в поле, удовлетворяющее свойство линейности и правилу линейницы. Тогда мы его можем ограничить на подалгебру, получить дифференцирование для этой подалгебры, а после этого взять композицию с вот этим сюрептивным гаоморфизмом и получить дифференцирование алгебры многочленов на всем х, обозначая его D с волной. То есть каждое дифференцирование алгебры многочленов на главном открытом подможестве в точке х маленькая порождает дифференцирование алгебры многочленов на всем х, в точке х маленькая. Значит, у нас возникает такое соответствие, переход от D к D с волной. D с волной? Не взаимно, не взаимно, а однозначное соответствие. Вот. А теперь я хочу обратно. По каждому D с волной построить D. Установить не однозначное, а взаимно однозначное соответствие между дифференцированием этой алгебры в точке х маленькая и дифференцированием этой алгебры в точке х маленькая. Ну давайте смотреть. Значит, во-первых, вот когда мы берем вот этот вот геоморфизм ограничения функций, то у нас какие-то функции могут идти в ноль. Могут быть такие многочлены, которые на всем х не равны нулю, а на главном открытом подможестве тождественно обращаются в нуль. Так вот, если у нас есть такой многочлен, если f тождественно обращается в нуль на главном открытом подможестве, то тогда произведение f на h f на h оно равно нулю уже на всем х. Потому что на главном открытом подможестве у нас f равно нулю, а за его пределами у нас уже h равно нулю. И если мы теперь это дело продифференцируем с помощью операции D, с помощью операции D с волной, что-то совсем плохо пишет мел, я не знаю прям, что делать с этой доской, то ли мел нужен другой, то ли доску другую. Если мы продифференцируем это с помощью операции D с волной, то мы получим по правилу Лейбница, ну что мы получим? Мы получим D с волной от f умножить на h от x плюс f от x умножить на D с волной от h, правильно? А с другой стороны мы получим ноль, тождественный ноль, потому что мы же дифференцируем нулевую функцию, да? Но давайте смотреть, h от x не равно нулю, правильно? А f от x равно нулю. f вообще равно нулю на всем главном подмножистве, которое является окрестностью точки x. И мы получаем, что тогда, если все это равно нулю, то тогда D с волной от f должно быть равно нулю. Отсюда следует, что D с волной от f равно нулю. То есть получается, что весь идеал, который является ядром этого галморфизма факторизации, при D с волной уходит в ноль. Значит, D с волной можно спустить до дифференцирования фактора алгебры. Отсюда следует, значит, следовательно, D с волной спускается до дифференцирования до дифференцирования фактора алгебры. k от x ограниченное на xh. А теперь надо дифференцирование вот этой алгебры продолжить до дифференцирования вот этой алгебры. То есть здесь у нас элементы этой алгебры это многочлены, приходящие с x, а элементы этой алгебры это рациональные дроби, которые в числителе имеют какой-то многочлен, приходящий с x, а в знаменателе имеет h в какой-то степени. То есть надо уметь дифференцировать теперь частные таких функции. Ну, достаточно понять, чему равно, как продолжить на функцию 1 делить на h. Ну, это довольно понятно. Значит, что-то у меня тут только с местом плохо. Ну, давайте вот здесь вот. Значит, продолжение. на функцию 1 делить на h. Значит, можно воспользоваться таким тождеством, что h умножить на 1 делить на h равно 1. Откуда следует, что d от h умножить на 1 делить на h это с одной стороны, это d от 1. Но почему d от 1 равно 0? Это легко понять, да? Потому что 1 это 1 в квадрате. 1 это 1 умножить на 1. И это можно посчитать по правилу Лейбницы. То есть это будет d от 1 умножить на 1 плюс 1 умножить на d от 1. Это будет 2. Давайте сюда напишу. Это будет 2 умножить на d от 1. Ну, и следовательно, это равно 0. Вот. Это с одной стороны. Получается 0. А с другой стороны, если это расписать по правилу Лейбницы, это будет d с волной от h, потому что h это многочлен, на нем есть операция d с волной. Умножить на 1 делить на h от x плюс h от x умножить на d от 1 делить на h. d без волны это то продолженное дифференцирование, которое мы хотим получить. Ну, отсюда понятно, чему должно быть равно... Давайте я вот тут постепенно будем стирать. Отсюда понятно, чему должно быть равно d от 1 делить на h. Оно должно быть равно минус d с волной от h делить на h от x в квадрате. То есть обычная формула для производной обратной функции. А значит, если мы умеем продолжать дифференцирование на вот этот элемент, то тогда мы можем и на любой многочлен от этого элемента с коэффициентами отсюда продолжить, потому что здесь и на 1 делить на h у нас дифференцирование уже есть. То есть отсюда возникает однозначное продолжение на алгебру многочленов на главном открытом подможестве. Ну, тут, конечно, есть некие детали, которые надо проверять, корректность этого продолжения. То есть однозначности мы понимаем, поскольку здесь это дифференцирование однозначно определено и здесь тоже, по той формуле. А то, что это продолжение корректно, потому что там разные функции отсюда, может быть, по-разному представлены в виде. Там что-то в числителе делить на h в какой-то степени в знаменателе. Ну, это легко, так сказать, тоже понять. Вот, я это опущу. Вот, таким образом получается, что главное открытое подможество, окрестность данной точки, имеет тоже касательное пространство в этой точке, что и все многообразие. То есть касательное пространство это на самом деле объект локальный. Значит, теперь научимся дифференцировать отображение алгебраических многообразий. Определением. Пусть фи из х в у это какой-то морфизм алгебраических многообразий, при котором точка х маленькая из х большого переходит в точку у маленькая из у большого. Дифференциалом морфизма фи в точке х обозначается вот таким вот образом, называется отображение касательных пространств, линейное отображение касательных пространств тхх в туу, которые определяются следующим образом. Значит, это линейное отображение касательных пространств, которые определяются следующим образом. Значит, если у нас есть касательный вектор кси, в точке х маленькая к многообразию х большое, то он переходит в такой касательный вектор, обозначиваемый буквой это, уже к многообразию у, в точке у маленькая, где это, это такой касательный вектор, что соответствующая операция дифференцирования вдоль него по направлению этого вектора, такой касательный вектор, что операция дифференцирования по направлению вектора это является композицией операции дифференцирования по направлению вектора кси для алгебры многочленов на x и гомоморфизма φ со звездочкой из алгебры многочленов на y в алгебру многочленов на x. Я нарисую для наглядности соответствующую картину. Вот у нас есть морфизм φ из x в y, и тогда у нас есть гоморфизм в обратную сторону алгебры многочленов φ со звездочкой из К от y в k от x. Правильно? Давайте, может быть, я лучше там нарисую. Вот здесь. Значит, геоморфизм, алгебра многочленов в обратную сторону. Из k от y в k от x. И вот у нас есть касательный вектор кси, и ему соответствует дифференцирование вот этой алгебры, dx. А если мы возьмем композицию вот этого дифференцирования и вот этого геоморфизма, то мы получим дифференцирование уже вот этой алгебры. И вот оно по определению и называется вот соответствующий ему касательный вектор. Это по определению и есть образ касательного вектора кси под действием дифференциала. отображения фи. Из этого определения сразу видно, что это отображение является линейным, потому что когда мы складываем ксишки, у нас эти дифференцирования тоже складываются, ну а тогда и путем композиции здесь будет получаться сумма соответствующих композиций. И точно так же, когда мы умножаем на скаляр, вот это отображение умножается на скаляр, значит и все вот это умножается на скаляр. То есть линейность из этого определения довольно очевидна, но это может быть такое определение выглядит несколько странно, чисто алгебраично. Давайте его запишем в координатах, чтобы оно выглядело более привычным нам образом. в координатах. Ну а в координатах что? В координатах надо предполагать, что x и y вложены в какие-то афинные пространства. Пусть x вложено в афинное пространство размерности n, y вложено в афинное пространство размерности m, и тогда отображение фи в координатах задается просто набором многочленов. Значит, φ задается набором многочленов f1, fm, где каждый f и это какой-то многочлен на x. Ну, можно сказать, что это многочлен от n переменных. Давайте, может быть, даже лучше так скажем. Это многочлен от n переменных. На x мы его можем ограничить просто. То есть, другими словами, координаты образа точки x задаются как f и т, значение f и т в точке x. И тогда, значит, давайте посчитаем координаты касательного вектора это и т. Значит, тогда это и т, а что такое координаты касательного вектора? Это надо применить соответствующее дифференцирование, отвечающее этому касательному вектору, координатной функции. То есть, надо продифференцировать по направлению это координатную функцию y и т, правильно? Но это, это у нас дифференцирование по направлению это, это композиция дифференцирования по направлению кси и φ со звездочкой. Когда мы применяем φ со звездочкой координатной функции y и т, мы получаем многочлен f и т уже на x. То есть, у и т это у нас координата вот здесь, а φ задается набором многочленов. И когда мы берем, вычисляем и тую координату, мы просто, значит, вот когда композиция с φ со звездочкой, это будет и т и многочлен из этого набора. То есть, применяя φ со звездочкой, мы получаем f и т, а потом надо продифференцировать уже по направлению кси. Ну а как это пишется в координатах, мы с вами знаем. Это есть сумма по g от 1 до n, частная производная df и т в точке x по dx житое умножить на кси житое. Вот, то есть получается, что, значит, в координатах вот это отображение, дифференциал отображения φ задается вот той же формулой, что в дифференциальной геометрии. То есть это линейное отображение, матрица которого это вот матрица якобия этой системы функций. Более наглядное, так сказать, но менее абстрактно, зависит от координат. А это такое абстрактное определение, но оно такое как бы интуитивно трудно воспринимаемое, может быть. Вот, значит, вот понятие дифференциала отображения. Ну и имеет место полный аналог, значит, теоремы о дифференциале композиции двух отображений, которая из дифференциальной изматанализа, там может быть из дифференциальной геометрии, из многомерного анализа, которая, в свою очередь, является многомерным аналогом теоремы о производной сложной функции. Ну, это принято называть цепным правилом, кстати, не только в алгебраической геометрии, но и в дифференциальной геометрии тоже. Значит, предложение 2, оно же цепное правило, говорит, что если у нас имеется не один, а два морфизма, то есть морфизм φ из х в у и морфизм ψ из у в z, при котором точка х сначала переходит в точку у, а потом точка у при втором морфизме переходит в точку z, то тогда дифференциал композиции этих морфизмов ψ на φ в точке х он равен композиции дифференциалов самих этих морфизмов, а композиции дифференциала ψ в точке у и дифференциала φ в точке х. Ну вот, на самом деле, это аналог теоремы о производной сложной функции. И доказательства, на самом деле, вот в координатах там надо было бы считать, доказывать, что матрица Якоби-композиция это произведение матрицы Якоби самих отображений, что-то там вычислять. А вот при вот этом абстрактном определении это почти тавтология, потому что смотрите, значит, доказательства. Ну вот пусть у нас имеется какой-нибудь касательный вектор ξ в точке х, пусть это его образ при дифференциале морфизма φ. dx φ от ξ. От z, значит, что я хочу обозначить буквой z, да, а через z я обозначу образ вектора ψ при дифференциале композиции этих двух морфизмов. То есть это будет уже касательный вектор к z в точке z маленькая. Давайте сообразим, как выглядит дифференцирование по направлению вектора z алгебра многочленов на z. Вот я сюда могу пририсовать еще вот это вот отображение ψ со звездочкой. Вот у нас алгебра многочленов на z. z, да, и есть вот дифференцирование d, z, которое получается композицией дифференцирования d к ξ, и гаоморфизма отсюда сюда. Это гаоморфизм ψ на φ со звездочкой. Но это то же самое, что φ со звездочкой композиция с ψ со звездочкой. Вот. То есть получается следующее. Получается, что оператор дифференцирования по направлению z, это есть, значит, композиция оператора дифференцирования по направлению ξ и ψ φ со звездочкой, это то же самое, что композиция трех отображений, d, z, φ со звездочкой и ψ со звездочкой. А вот композиция d, z и φ со звездочкой, d, c, вернее, и φ со звездочкой, то есть это будет оператор дифференцирования по направлению вектора это. То есть это будет d это. А дальше мы применяем, берем композицию d это и φ со звездочкой, то есть другими словами мы применяем к вектору это дифференциал отображения ψ со звездочкой. То есть отсюда следует, что z это есть d, y, ψ от это, что в свою очередь, а это есть d, x, φ от ξ. То есть получается композиция d, y, ψ, композиция d, x, φ от ξ. Ну, что и требовалось доказать. То есть z, который является образом дифференциала композиции, он же является образом композиции дифференциалов. То есть все равно, что мы берем композицию вот этого дифференцирования с двойственным гоморфизмом к квазному отображению, или что мы сначала берем композицию с этим, а потом композицию того, что получилось с этим. Результат будет один и тот же. Таким образом, цепное правило в данном случае практически тофтологически следует из определения дифференциалов. Ну и вот этого свойства функториальности, что двойственный гоморфизм для алгорфункций композицию переводит в композицию в обратном порядке. Хорошо. Пойдем дальше. Ну вот пока мы обсуждали такие самые базовые свойства касательных векторов, там операции дифференцирования, такие совсем простенькие. Значит, теперь давайте перейдем к чему-то более содержательному. На самом деле дифференциальное исчисление на алгебрических многообразиях, оно особенно хорошо работает и позволяет доказывать, изучать какие-то свойства этих многообразий в случае, когда основное поле имеет характеристику ноль. В поле положительной характеристики дело обстоит не то, что совсем безнадежно, но существенно хуже. Ну вот можно вспомнить, что у нас был такой пример. Давайте рассмотрим. Мы рассматривали гоморфизм Фрабениуса. Не гоморфизм, а морфизм Фрабениуса. Его частный случай на афинной прямой. Афи из А1 в А1, который просто возводит координату в степень p. Фи от х равно х в степени p, где p это характеристика поля. Давайте будем считать, что она положительная. Вот. Так вот, чему равен его дифференциал в точке х? Ну, дифференциал в точке х на каком-то касательном векторе кси. Ну, надо просто продифференцировать, значит, вот эту функцию. В данном случае касательный вектор это просто скаляр, потому что афинная прямая, там векторное пространство одномерно, ассоциированное векторное пространство одномерно. Ну, как посчитать дифференциал? Вот мы там писали в координатах. Надо вот эту функцию продифференцировать по координате, она тут одна. Взять производную по координате. То есть это будет p на х в степени p-1, а потом умножить на координату этого вектора, умножить на кси. Вот так вычисляется дифференциал. Но поскольку у нас p это характеристика поля, то вот эта штука равна нулю. Вот, то есть получается такое вполне себе нетривиальное отображение. Не то, что нетривиальное, оно просто будет взаимно однозначное. Если поле алгогеорически замкнуто, оно будет объективным. Из каждого скаляра можно извлечь корень по этой степени, притом ровно один в алгогеорически замкнуто поле. Но при этом у этого отображения будет тождественно нулевая производность. Мы-то к чему привыкли? Что если отображение имеет нулевую производную, оно постоянно, все в одну точку. А тут совсем даже не постоянно, а производная нулевая. Вот над положительной характеристикой такие вот дифференциальные вещи, производные, дифференциалы, они плохо чувствуют природу самих объектов. То есть иногда там что-то можно увидеть, но не всегда. Вот здесь ничего не увидеть нельзя, а производная тождественно нулевая. Никакой информации про отображение она не дает. Вот. Поэтому, чтобы дифференциальное исчисление действительно хорошо работало и давало нам какие-то содержательные результаты, мы будем дальше считать, пока мы говорим про касательные векторы, про дифференциалы отображений, про все это дифференциальное исчисление на алгебраических многообразиях, мы будем считать для простоты, чтобы результаты получались наиболее содержательными, что основное поле имеет нулевую характеристику. Значит, далее считаем, что характеристика основного поля равна нулю. Ну и вот давайте докажем вначале такое предложение. Предложение 3. Вначале, ну и может быть сегодня на этом придется и закончить, потому что, ну да, наверное, придется закончить, потому что время уже подходит к концу. Значит, пусть фи – это доминантный морфизм неприводимых многообразий. Тогда в точках общего положения дифференциал этого морфизма будет сюръективным. То есть существует открытое плотное подножество в х, в любой точке которого дифференциал сюръективен. То есть сюръективно отображает касательное пространство к ху в точке х маленькая на касательное пространство к у в образе точки х маленькой. Доказательство основано на известных нам результатах о структуре морфизма, доминантного морфизма алгебраических многообразий. А именно мы с вами знаем, что если мы заменим х и у на подходящее главное открытое подножество, то наш доминантный морфизм можно разложить в композицию конечного морфизма и проекции вдоль какого-то афинного пространства. Значит, уменьшив х и у, а уменьшив в нашем контексте означает заменив их на подходящее главное открытое подножество. Уменьшив х и у, можно считать, что φ сначала отображает х с помощью конечного отображения в прямое произведение у на а в какой-то степени d, на d-мерное афинное пространство, а потом мы берем просто отображение проекции на первой со множителем. Вот. Очевидно, дифференциал проекции сюръективен в любой точке. Значит, у проекции дифференциал сюръективен. Ну, например, потому что касательно, вот я давал вам такую задачу, что касательное пространство к прямому произведению это есть прямая сумма касательных пространств к со множителем. А дифференциал проекции, это мы просто про второе прямое слагаемое забываем. То есть на уровне дифференциалов проекция превращается в проекцию прямой суммы касательных пространств на одной из слагаемых. Это сюръективное линейное отображение. Вот. Поэтому достаточно доказать сюръективность дифференциала для точек общего положения при конечном морфизме. То есть без ограничения общности можно считать φ-конечным морфизмом. Без ограничения общности можно считать φ-конечным морфизмом. Ну а для конечного морфизма φ мы можем применить ту технику, которой мы пользовались, когда изучали рациональное накрытие. А именно мы можем разложить наш конечный морфизм φ в композицию простых конечных морфизмов. То есть мы начинаем с х, которая есть какое-то х-катая, его отображаем в х-к минус первое, х-к минус первое в х-к минус второе и так далее, пока не дойдем до х нулевого, равному у. Так что каждое отображение из х и того в х и минус первое является простым конечным морфизмом. А слово простой, я напомню, означает, что алгебра многочленов на х-к, допустим, на х-к, получается из алгебры многочленов на х и минус первое присоединением ровно одной дополнительной порождающей. И если мы для каждого из этих простых конечных морфизмов докажем сюрреективность дифференциала в точках общего положения, то тогда у нас это будет иметь и для композиции. Поэтому достаточно доказать наше утверждение для простого конечного морфизма фи из х в у. Ну так что алгебра многочленов на х получается присоединением к алгебре многочленов на у еще одного многочлена f. Более того, опять-таки, нас интересуют точки общего положения, поэтому мы х и у всегда можем, если захотим, уменьшить, перейти к главному открытому подможеству, подходящему, достаточно маленькому. Так вот, мы с вами опять-таки это проговаривали, когда разбирались с рациональными накрытиями, сейчас это подробно напоминать не буду, но давайте вспомним, что уменьшив х и у, мы можем считать, что минимальный многочлен элемента f над полем рациональных функций на у имеет коэффициенты, которые являются регулярными функциями на у. То есть можно считать, что минимальный многочлен f это многочлен от переменной t, но какой-то степени d с коэффициентами f1, fd, где эти f и t, f1, fd, являются не рациональными функциями, а даже многочленами на у. И более того, вот тут мы пользуемся нулевой характеристикой, значит, как там в свое время тоже пользовались. Более того, дискриминант этого многочлена, как элемент полирациональных функций на у, он, значит, не равен нулю, тождественно. Ну, а поскольку дискриминант выражается через коэффициенты этого многочлена, полиномиальные формулы, то дискриминант этого многочлена на самом деле это некий многочлен на у, значит, дискриминант многочлена мю f, это некий многочлен на у, который не тождественно равен нулю. И опять-таки уменьшив у, можно оставить только те точки, то есть перейти к главному открытому подможенству, в которых этот дискриминант не равен нулю. То есть можно считать, что в любой точке у дискриминант не равен нулю. То есть за счет вот перехода к простым морфизмам, вот этих вот индуктивных рассуждений, связанных с разложениями на композицию, и уменьшения x и y мы можем свести дело к такой ситуации, свести задачу к такой ситуации, что морфизм простой, получается, значит, добавлением еще одной порождающей f, и у минимального многочлена этой порождающей над полем рациональных функций на y, дискриминант ни в одной точке не обращается в нулю. Ни в одной точке не обращается в нулю. Значит, для любого y маленького из y большого. Вот. И тогда мы можем, как мы это опять-таки уже делали в свое время для рациональных накрытий, представить это отображение φ следующим образом. тогда у нас многообразие x естественно вложено в прямое произведение y на афинную прямую и задается в этом прямом произведении уравнением, это гиперповерхность, задается уравнением μf от y,t равно нулю. А отображение φ – это просто ограничение проекции на первый сомножитель, то есть когда мы от yt оставляем только y. отображение φ из x в y – это просто проекция на первый сомножитель. Ну, я рисовал соответствующую картинку, вот давайте я еще раз нарисую, вот у меня есть y, у меня есть афинная прямая, и у меня есть многочлен, минимальный многочлен, который мы рассматриваем как многочлен и от координат точки y, от них зависят коэффициенты f1, fd, и от координаты t на афинной прямой. И вот это уравнение издает некую гиперповерхность, вот эта гиперповерхность – это наш x. Если мы возьмем произвольную точку, x маленькая, на x, то эта точка, как точка из декартового произведения, она имеет две компоненты – y маленькая из y и t из a1. Значит, вот здесь у нас будет y маленькая, а здесь у нас будет t. Вот, и тогда что у нас, собственно говоря, получается? да, еще надо сказать, что мы это тоже говорили в свое время, что аннулирующий идеал x, вот в этом прямом произведении, аннулирующий идеал x в этом прямом произведении, просто это главный идеал, порожденный этим минимальным многочленом. Это идеал в алгебре многочленов от y и на a1, то есть от координат y и t. Вот. Это все мы с вами обсуждали, почему это так, когда мы говорили про рациональное накрытие. Я это повторять не буду, просто напомню. Вот. А теперь, значит, давайте вычислим касательное пространство и дифференциал отображения φ. Значит, касательное пространство в точке… Значит, если у нас есть точка x маленькая, которая равна паре yt, если это точка нашего многообразия x, то тогда, значит, выполнено вот это уравнение, да, она удовлетворяет этому уравнению, и касательное пространство задается линейными уравнениями, в данном случае одним линейным уравнением, которое получается, если продифференцировать вот это полинейное уравнение. Вот. То есть вектор concerne, можно сказать, что, значит, отсюда следует, что касательное пространство x в точке x маленькое, как подпространство в касательном пространстве к прямому произведению, а это есть прямая сумма касательного пространства к y и касательного пространства к a1, то есть просто одномерного векторного пространства, да. Вот оно задается здесь уравнением, которое получается дифференцированием вот этого уравнения. Ну, по координатам y и по координате t, то есть надо взять вот эти частные производные. Значит, если у нас есть какой-то вектор ξ отсюда, а вектор отсюда, это есть прямая сумма, то есть это пара векторов. Скажем, вектор это отсюда и вектор z, то есть просто скаляр отсюда. То есть ξ это пара, это z, где это лежит здесь, а z лежит здесь. Так вот, если мы продифференцируем это уравнение, то что мы получим? Значит, когда мы будем дифференцировать по y, по координатам точки y, а потом, значит, ну то есть брать производную по направлению вектора это, грубо говоря, мы фактически будем дифференцировать только вот эти коэффициенты, правильно? Вот, это функции на y, и мы вот их дифференцируем по направлению вектора это. И может быть на картинке тоже стоит пояснить, вот касательный вектор ξ, у него есть две компоненты. Одна компонента вот здесь, это касательный вектор это, а другая компонента вот здесь, это вот z, который на самом деле скаляр, а не вектор. Так вот, ξ является суммой этих двух, поэтому дифференцирование по ξ это сумма дифференцирования по это и по t, и по z. Когда мы дифференцируем по направлению это, ну, значит, мы берем просто дифференцируем коэффициенты. Вертикальная координата, она при дифференцировании является постоянной, она уходит в ноль при дифференцировании. То есть получается, значит, задается уравнением. Каким уравнением? Значит, во-первых, надо взять d по направлению это, мю f, ну, в точке x все мы это делаем, да? Вот. Плюс наоборот. Теперь надо дифференцировать по направлению вектора z, то есть дифференцировать по координате t. А коэффициенты при этом считать постоянные, они от t не зависят. Ну, то есть надо просто взять производную этого многочлена по переменной t, да? Плюс, давайте напишем, d мю f по dt, но опять же в точке x. То есть y у нас вообще при этом дифференцирование просто поставляется в коэффициенты раз и навсегда, а значит в качестве значения переменной t подставляется то t, которое соответствует, то значение t, которое соответствует точке x. Вот. Умножить на вот координату касательного вектора в точке x, то есть умножить на z. Это должно быть равно 0. Вот так выглядит производная многочлена мю f от y к t по направлению касательного вектора к x. А теперь давайте смотреть на условия. Значит, у нас дискриминант многочлена мю f в любой точке не обращается в 0. Это значит, что если мы зафиксируем точку y, то получится многочлен просто от переменной t с постоянными коэффициентами. У него дискриминант не равен 0. Значит, этот многочлен не имеет кратных корней. А раз многочлен не имеет кратных корней, над полем характеристики, даже на самом деле над любым полем, это верно, значит, это означает, что его производная не равна 0. Правильно? Производная в этой точке не равна 0. И получается, что мы с помощью этого уравнения можем выразить z однозначно через это. То есть можно перенести это в правую часть, поделить на минус производную и выразить отсюда однозначно z. То есть отсюда следует, что для любого касательного вектора это в точке y, как многообразие y большое, существует единственный z из поля k, такой, что вектор кси, равный паре это z, принадлежит касательному пространству в точке x. Ну или другими словами, что если мы спроектируем касательное пространство в точке x в касательное пространство в точке y, то эта проекция будет сюрреективным отображением, ну даже изоморфизмом. Потому что у нас возникает биекция между кси и это. По каждому кси мы берем это просто как первую компоненту, а по каждому кси мы однозначно восстанавливаем кси, потому что z восстанавливается однозначно. То есть отсюда следует, что дифференциал в точке x отображения фи, а дифференциал это просто есть ограничение на касательное пространство к x проекции на первое слагаемое в этой прямой сумме, когда мы забываем про часть, относящуюся к переменной t. Потому что само отображение фи это отображение проекции. Значит дифференциал отображения фи в точке x изоморфно отображает касательное пространство к x в точке x на касательное пространство к y в точке y для любого x из x. То есть мы доказали даже более сильное утверждение, но тут надо вспомнить, что мы свели к этому случаю. А вначале у нас была композиция конечного морфизма и некой проекции, где весь слой a в степени d касательное пространство к слою естественно уходило в ноль, так что никакого изоморфизма там не было. И здесь мы переходили к открытому подможеству, а здесь для любого x из x. Но мы же по дороге x уменьшали, поэтому на самом деле итоговое утверждение, оно касается не любой точки из x, а вот того уменьшенного x, то есть какого-то открытого подможества в x. Ну вот, но тем не менее, вот такой факт мы доказали, что дифференциал доминантного морфизма неприводимых многообразий, он сюрреективен почти всюду, сюрреективен на главном открытом подможестве, на каком-то плотном открытом подможестве. Ну и на самом деле следствием этого доказательства является и более сильное утверждение следствия доказательства, что если наш морфизм не просто доминантный, а является рациональным накрытием, если φ рациональное накрытие, то тогда, ну например, конечный морфизм, то тогда существует плотное открытое подможество, в x, в точках которого дифференциал является изоморфизмом. Изоморфизмом касательных пространств. Потому что в итоге-то мы получили как раз утверждение об изоморфизме, вот когда доказали, когда мы сводили вопрос к простым конечным накрытиям. А, собственно говоря, где эта изоморфизм могла потеряться? Только на первом шаге, когда мы разлагали произвольный морфизм в композицию конечного морфизма и проекции. Но если мы стартовали с рациональным накрытием, то там никакой проекции не будет. Рациональное накрытие при переходе к подходящему открытому подможеству просто становится конечным морфизмом. Изу, конечно, да, спасибо, это я описку сделал. Для любого x изу, разумеется, да, спасибо. Рациональное накрытие при переходе к подходящему главному открытому подможеству становится конечным морфизмом. А для конечного морфизма вот всё это рассуждение идёт как в доказательстве. То есть сначала мы его разлагаем в композицию простых. Для простого морфизма мы ещё можем уменьшить многообразие так, чтобы выполнили бы эти условия на минимальный многочлен, на его дискриминант. И если мы эти условия имеем, то тогда дифференциал становится просто изоморфизмом. Так что следствие не самой формулировки предложения, а следствие доказательства является его такая вот версия для рациональных накрытий. Что этот дифференциал в точках общего положения не просто сюрреективно, а является изоморфизмом. Ну и может быть я ещё дам одну задачу по мотивам как раз вот этого последнего предложения. Задача 3. И на этом мы закончим сегодня. Это такое вот алгебраическое применение этой науки, можно сказать. Задача говорит, что многочлены f1, fm от n переменных алгебраически независимы. То есть между ними нет никакого нетривиального соотношения. Независимы. Тогда и только тогда, когда матрица Якобия этих многочленов имеет максимальный возможный ранг. Когда ранг матрицы Якобия этой системы многочленов равен количеству этих многочленов. Имеется в виду не в какой-то точке, а в целом. То есть из чего, что такое матрица Якобия? Это матрица частных производных этих многочленов по координатам. То есть элементы матрицы Якобия тоже являются многочленами. Можно их рассматривать как рациональные функции. То есть элементы этой матрицы Якобия являются элементами полирациональных функций. То есть это матрица с элементами из полирациональных функций от n переменных. Но матрица с элементами из поля, можно говорить про ее ранг. Вот значит утверждение, что многочлены алгебраически независимы, тогда и только тогда этот ранг равен числу строчек. Максимальная возможность. Ну даже на самом деле именно числу строчек равен. То есть в частности это говорит о том, что для независимой системы многочленов их количество не может быть больше n. Потому что если столбцов меньше, чем строчек, то ранг не может быть равен числу строчек. Вот такой вот критерий. Критерий алгебраической независимости системы многочленов. Его можно просто применять. Есть набор многочленов. Можно посчитать эту матрицу Якобия, рассматривать ее как матрицу с элементами из полирациональных функций и считать ее ранг по обычным правилам, как ранг матрицы считается. Хорошо, на этом давайте мы сегодня закончим. Продолжение следует...